В августе месяце, в конце августа дом строить, стали завозить когда цемент, и где воткнули эти, выпилили, воткнули столбы. Выросли они осенью, садили, выросли такие, сейчас ветлины выросли, а ты вот скорее сейчас садить, его в любое время в сырое место воткнено будет. Не сырое, там вверху. В прошлом году, или когда там делали на этом, там даже половина не переросла, а и поливали, и все. А мы в этом году, ты сказал, все Камагориху, все деревья выпиливали. Я говорю, не проросло они, как выпиливали. Ну они проросли, выросли, сейчас мы все убрали. Да не эти, так, которые поставили, вот такие столбушки, и не приросли. Ну, которые приросли, которые не приросли. Приросли очень мало. Там, которые ближе к воде, как на Симаковском, там приросли. А здесь все засохло, и еще нет. Поэтому надо раньше, сейчас, пока сырая почва. Ну, вы, в общем, выбирайте, что вы вперед, или садить, или траву убрать. Инатьевич, сейчас-то еще земля, там даже мороженое вышло. Да, земля-то вот еще оттаяла на 20 сантиметров только. Так что, даст Бог успеет. Траву убирать некому, короче, один Володя. Ты поедешь? Некому убирать. То есть все ваши разговоры идут, там, не поедете, убирать не будете, вот и все. Вы поищите, какой вариант, кого-то нанять, там, или как-то. Давайте наймем, сколько денег надо. Кого вы наймете, потеряешь? Меня наймете? Я дома не могу отгрести, еще, не отгребал. Игоря Барабаша. Он встает в пять и ложится, наверное, в час или в два спать. Кого вы все, все займете? Задача стоит, там, сушня, убрать. Алешка, дом свой, там, Андрей, наш мужиков-то остался, пять человек. Или что-то. Баба пуфет, отгребает. Ну, а кого? Бабу Серафиму. Везде, везде, заразу, убрать надо, убрать. Хоть лопаты там рубить, хоть чем убрать надо. Там граблями просгрести, граблями, где-то белами, дальше отгрести хотя бы. Ну, в котором будет льёв, палец толщиной, там ничего не сделаешь. Ну, руками взять, отнести, что там? Хоть руками, но надо убрать, сушняк надо убрать. Не просто опасно, полное исчезновение. Ты, он, сказал мне, я его понял. Мне поехать нельзя, я... Никак, дом-то пустой. Ну, подумайте, какой вариант, как. Володя, пускай десант там высадится, а там и Никита подоспеет через время. Если там совсем сложно будет. Всё равно нам не так долго осталось работать уже. Вот, приконцовки уже совсем. Неделя может, и всё. Да нет, через неделю ничего не сделают. И сейчас, как раз, всё сгорит. Всё сгорит, я уже сказал. Неделя простоит. Такого пекла нет, я не знаю, сырая такая, я всё не убирал. Ты помнишь, с понедельника мороз начинает? Пекла нет, горят уже. Сотни тысяч гектаров леса уже горит на Хабаровском крае, там, в Амурской области. И причина-то одна и та же, что не убрали вовремя, и всё. Там леса не допустили. Да. Горят везде уже, всё горят. Да где кто траву-то убирает? Уколо домов понятно, где там кто в лесу будет траву-то убирать. О чём разговор-то ведёт? Деревня-то не о деревнях, бурак. Батюшка с уходом веще выступил там и говорит. В советское время, я помню с детства, нигде у нас ни луга, ни поля, нигде не было ни одного поджога. Никогда. Почему? Да не баловались, потому что этим. Потому что не баловали. Токторист ночью пахал, плугом-то пахали, и он, ну, что, может, пьяный или что? И завернулся, и трактор, плуг не подъел, подъехал. Проехал, потом мы с отцом по дороге. Да и по дороге, по цилику. Не по дороге, цилик, по цилик. Потом смотрим, днём-то он ночью пахал-то, днём-то другой пахал, а он до пол дня больше на коленках ползал, каждый пластик укладывал и утрамбовывал, чтобы не было. Дисциплина была. Вот что. Советская власть умела карать. Смотри, секретари-то немножко что-то делали. Нигде не было, никто не жёг. А мы каждый год смотрим, опять поджигают. С одного места всё поджигают. Я звоню в милицию, в МЧС. А кто поджигает? Ну, вы узнаете, кто поджигает, и нам сообщите. А они получат зарплату. Ага, вы узнаете. Потом я говорю, подходит такой, что-нибудь присоединил. Ну, у нас нет сейчас... Ну, машина как придёт, мы не знаем, когда она придёт. На Украинку ушла машина. Придёт, тогда мы же пошлём. Вот я говорю, смотри, мы вышли из собрания, это с церкви. Батюшка говорит, осенью пожароопасная обстановка. Чтобы баки были воды, а у нас ничего нет. И мы только вернулись, уже отдыхать нет. Батюшка сказал. Я добился. Сразу бочки потащили, всё заполнили. Батюшка сказал, вопрос должен снят быть. Осенью купили мы пожарную машину. Но она пожарная такая, не совсем как эта, там, бак большая. Она была там когда-то пожарная. То есть, и в ней есть там насос, эти шланги можно подключить, бак большой вот. Но ещё и не пользовались её. Такая эта, машина мощная, она военная, трёхосная. Вот. Будем наливать сейчас и... На ходу, чтоб она... Она на ходу вообще-то машина была. Вот этой осенью купили машину. Да, осенью. Зил 100 тысяч. Ну, да, наверное, такой. Зелёная? Зелёная. Ну, всё это значит, он. Зил 134-й военная. Они не очень дорогие сейчас. Да, она старая там, по-моему, за 60 тысяч. Разометь, я сказал, что сейчас быстро надо что-то делать. Не успел сказать в интернете из-под Москвы, везде. Мы на самолете прилетим, сделаем. Незнакомые люди мне. Нормально, если надо, то ещё. Знаешь? Надо обдумать. И самолёт, они прилетят, те люди. Значит, кем-то людям? У нас кто-то должны их обслуживать, там что-то готовить или что опять. А вот. А у нас нет никого. Я про то и говорю. Ну, сами себе-то я только думаю. На два дня никак, Игорь, не отпустишь. На два дня. Я в понедельник, до среды никак. Потому что мне сейчас надо прям срочно сдавать. Срочно сейчас бумаги сдавать. Мы с ним сидим. Прямо даже ни одной секунды, вот Володя, скажет. Рисуем, рисуем там. Пишем там вдвоём причём. Я один не могу это делать. Я ехать во вторник. Игорь приезжает во вторник. Не сможет. Он не успеет. Не толку на два дня я поеду туда. Не успеет. Чем выиграем-то за два дня эти. Это какая-то то ли приманка там меня заманить туда, чтобы я там остался. Или я не понимаю. Вариант маленький есть. Я тебе скажу. Маленький вариант есть. Вы никак. Ты начинай у меня сидеть и рисовать. А я в это время поеду. Дом пустой не может быть. У нас скотина. Я с Игорем, с Володей уеду. Раз дело надо сделать, надо сделать. Я даже никогда не ставлю вопрос как. А Надежда Васильевна же здесь есть. А? Надежда Васильевна. Ну и сейчас. Она закроется. Она из больницы не вылазит. Всю неделю её возит Татьяна. Закроется. Уже месяц, наверное, каждый день ездит. Прекрасно тебе еще. Надежда Васильевна еще не упала. Живая. Вот. Надо же. Запасной игрок. Ух ты, молодец. Тебя ценят. Инвалид. Давай. Давай, пошли, Володей.